Как пронумеровать строки таблицы в Word? Друзья, вы на канале Учите Компьютер вместе с нами. Предположим, что на рабочем листе у нас имеется таблица со списком сотрудников, и мы хотим, чтобы ее строки автоматически нумеровались. Что для этого нужно? Я выделяю данные первой колонки, за исключением заголовка, и во вкладке «Главное» нажимаю кнопку «Нумеруемый список». Если нумерация по умолчанию нас не устраивает, тогда мы можем распахнуть данный список и выбрать нужный формат. Также вы можете захотеть исправить отступы. Верхний треугольник на горизонтальной линейке определяет отступ номера от края ячейки. Соответственно, нижний треугольник устанавливает отступ самой записи. Уменьшим и его. Какие преимущества нам дает такая нумерация? Давайте попробуем удалить какую-либо строку. Правая кнопка мыши на любой ячейке. Удалить ячейки. Удалить всю строку. Ок. Как видим, выбранная строка была удалена, а все номера автоматически обновились. Давайте теперь добавим новую строку. Правая кнопка мыши на ячейке. Вставить. Вставить строки сверху. И снова мы видим, что нумерация всех строк автоматически обновилась. Не правда ли удобно? Давайте теперь вернем таблицу к первоначальному виду путем отмены всех изменений. А теперь предположим, что нумерацию строк нужно выполнить в отдельной колонке. Для этого я сначала добавлю такую колонку в начале таблицы. Правая кнопка мыши в пределах первой колонки. Вставить. Вставить столбцы слева. В заголовке этой колонки укажем порядковый номер. Есть. Дальше выделяем все ячейки первой колонки, кроме заголовка. И нажимаем кнопку «Нумерованный список». При необходимости также исправляем отступы. И еще один случай. Допустим, где-то ниже в документе у нас идет еще одна таблица, строки которой мы тоже хотим пронумеровать. Как ни в чем не бывало, я выделяю данные первой колонки и нажимаю кнопку «Нумерованный список». И что мы видим? Мы видим, что первоначальная нумерация строк продолжается в новой таблице. Как это исправить? Я устанавливаю курсор мыши в первой строке с данными. Распахиваю кнопку нумерованного списка и выбираю внизу пункт «Задать начальное значение». В поле начального значения выбираем 1. Окей. Вот теперь все правильно. Каждая таблица будет иметь свою независимую нумерацию. Надеюсь, что эта подсказка была для вас полезной и интересной. И не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова